Только у нас на радио Комсомольская правда. Но лето уже вот-вот, но носу мы его уже ощущаем, конечно, даже за окном, но филармония не меняет свои работы, судя по всему. Больше концертов у вас стало сейчас меньше. Какой активности ожидаем? Вы полностью, я с вами полностью согласен. Действительно, времена года, они не влияют, они благосклонно действуют на наш рабочий темп. Я могу сказать, что активность весьма наша заметная. Уважаемая аудитория к нам на концерты ходит. И вот как раз о нескольких проектах, которые грядут в ближайшие дни и часы, я хотел бы вам сейчас сообщить. Прежде всего, начну с того, что вот эти проекты, они являются завершающими концертами седьмого международного фестиваля «Русская музыка на Балтике». Мы еще не подводим итоги, но промежуточные итоги говорят о том, что даже, может, сверх наших ожиданий, прекрасный уровень исполнительства, очень большая и высокая активность публики, аудитории, слушателей и в нашем концертном зале, и где мы выступали уже за рубежом нашей Родины. Вот оперный Евросоюз, который мы показывали в городе Ольштоне на сцене в Мазурской филармонии. И не только, и в Калининграде этот концерт был у нас, я помню, даже в гостях. Чуть-чуть добавили, потому что там в большей степени звучала польская тема. Ну, это знак уважения к нашим соседям. И, знаете, аншлаг, оказывается, билеты были проданы чуть ли не за этого месяца. Не потому что они не избалованы высоким качеством исполнителей, которые пребывают постоянно в филармонии города Ольштон, а потому что уже нас там знают и ждут. И вот эта неповторимая атмосфера тепла, доброжелательности. И, значит, такое, как даже сказал вы, на уровне экспертизы, оценки каждого звука, который был сотворен нашим оркестром, нашими солистами, это ощущалось, конечно, на протяжении всего концерта. А по окончании просто зал встал и скандировали, и благодарили нас за вот тот проект, который мы им предоставили для их внимания. Ну, такой прием – это еще и огромная ответственность, потому что это ответственность для того, чтобы на следующий год создать что-то не хуже, как минимум. Наверняка работа уже начата еще до завершения. На следующий день по прибытии мы уже приступили к следующей работе, к следующему Евросоюзу, и надеемся, что вот те добрые отношения, которые помогли нам сформировать не только эту программу, но и эту программу в частности, как раз помогут нам вот и в дальнейшем так же смело, так же по-новаторски, и так же интересно работать. Я имею в виду, конечно, и те генеральные консульства, которые аккредитованы в городе Калининграде, те представительства, которые предоставили нам своих интересных и лучших исполнителей. А теперь возвращаюсь и позволю те, кто что в нас ожидает. Конечно же, мы всегда готовимся к выходным заранее. Каждый человек, который хочет хорошо провести выходные, особенно вечера, он должен подумать об этом пораньше. И вот у нас уже в эту субботу и воскресенье, я думаю, что филармония что-то подготовила интересное. Ну, прежде всего, я уже сказал о том, что это завершение фестиваля. И какое завершение? И здесь есть тоже некоторые вывески эпигров, потому что это проект, который проходит при поддержке Национального фонда, поддержке правообладателей. Это 2 июня, где будет у нас такое интереснейшее сочетание. Органа и Арфы. У Органа Хирока и Ноэ, это наша любимая и уже прекрасно зарекомендовавшая исполнительница на Органе. И будет еще Арфа. Александр Балдачев. Здесь я себе позволю несколько слов сказать, потому что он впервые в Калининграде, молодой исполнитель. Как правило, знаете, так сложилось, что это такая женская монополия. На Арфе всегда играют девушки, да? Как правило, да. Как правило, я не знаю, чем объяснить, потому что и физически это не так просто. Там же они играют не только руками, но и ногами. Там тоже из педали. И эту Арфу еще нужно оберегать и носить. Об этом мало кто знает. Внешне это выглядит очень утонченно и очень действительно женственно. Это невидимые миру слезы. И хорошо, что публика не догадывается о том, что этот труд нелегкий во всех отношениях. Но если говорить о творческом наполнении звучания и представлении этого инструмента, то вот здесь как раз мужчина будет. Александр Балдачев. И, вы знаете, рамки нашей программы не позволяют, к сожалению, перечислить все эти лауреатские звания, те конкурсы, где он явился победителем, тех исполнителей, с которыми он сотрудничал и сотрудничает. Но то, что это выдающийся исполнитель мирового уровня, потому что он выступал и в Австрии, и в Великобритании. И там, значит, вся география, которая существует, наверное, можно перечислить. Перечислить, простите. Поэтому это будут два выдающихся музыканта на сцене филармонии. А что будет звучать? Будет звучать музыка и от Георга Фридриха Генделя, потому что это классика, это академия, до современных каких-то очень интересных интерпретаций, потому что Балдачев, он постоянно в таком пребывает поиски, потому что есть уже, ну, 21 век, и какие-то современные технологии внедряют, звучание арфы, и в аранжировке этих всех произведений, может, которые уже, ну, привычно для нас, но будет вот такое, значит, более свежим при подношении вот исполняться. Поэтому это, я думаю, очень интересный проект, который привлечет внимание не только таких завзятых меломанов, но и тех, кто интересуется, что вообще происходит в современной музыке, как и арфы, органы. Знаете, у нас что-то, я не помню, чтобы это было часто, применялось вообще в исполнительской практике. Но орган для нас, для калининградцев, это действительно важный инструмент, мы все любим послушать. Вот арфа, она, может быть, сейчас модным становится инструментом? Да, вы дали очень точную характеристику органу, королевые инструменты, это огромное количество тембров, мощный или, наоборот, очень тонкий бывает, передающий самые сокровенные замыслы композитора. Но арфа, вот знаете, это уникальный инструмент, который имеет многовековую историю. Он используется во многих сочинениях композиторов как очень эффектная краска, обогащающая тембральное звучание оркестра. И это может быть, знаете, «Царевна Лебедь» у Римского-Корсакова. Но, оказывается, и современные какие-то мелодики, которые можно... Конечно, в фильмах, потому что ничем не заменишь звучание. Там огромнейший у нее диапазон. И вот когда она делает глиссанду, вот эта полетность, это и мощь, и легкость в одновременно таком сочетании, это производит неизглавивый эффект. Это изысканно, это благородно. И это, знаете, кроме того, арфа, это один из тех инструментов, который благотворно влияет на состояние любого организма. Оказывается, арфа может... Да, конечно. Именно живое звучание, имею в виду не в записи, и не какой-то, значит, эрзац, который там подражает арфу, а именно живое звучание арфы, оно исцеляет множество заболеваний, которые... Это как-то с вибрациями связано, наверное, которые она производит. Я думаю, что арфа, конечно, у них насчет вот этих всех колебаний, вот физических каких-то свойств имеет место быть, но там еще много другого. Ведь вот когда вот эта энергетика, заложенная в этом вот посыле этого исполнителя, вот она посылает именно такой вот оттекающий, да... Лечение прекрасным, предлагает Филармония. 2 июня можно прийти на концерт с органом и арфой. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Не переключайтесь, говорим про анонсы с Филармония. Только у нас на Ифон 107.2 Только у нас на радио Комсомольская правда Возвращаемся в прямой эфир. Продолжается программа Только у нас. И у нас в гостях Виктор Бабков, директор Калининградской филармонии имени Светланова. Мы уже выяснили, как вылечиться с помощью арфы. 2 июня это все произойдет в филармонии. Арфа и орган в субботу будут звучать. Но еще интересная программа на 3 июня хор Госкапеллы. Россия собирается исполнить всеночное бдение. Я думаю, об этом стоит поговорить. Я хочу поздравить всех калининградцев с таким предстоящим событием. Потому что, знаете, у нас в Калининграде очень любят именно хоровое исполнительство. Именно хоровое пение. А в данном случае 3 июня воскресный вечер будет выступать на сцене хор Государственно-академической сифонической капеллы России под управлением Валерия Полянского. Прозвучит музыка Сергея Рахманинова «Всеночное бдение». Ну, могу сказать еще вот прокомментировать немножечко то, что, конечно, у нас юбилейный такой год Рахманинова Сергея Васильевича, нашего прославленного, величайшего русского композитора. Потому что в 1943 году кончина была у Сергея Васильевича. А музыка его звучит. В данном случае это духовная музыка и в таком превосходнейшем исполнении прославленнейшей коллектива под управлением Валерия Полянского. Что касается вот этой капеллы, конечно, тут не нуждаются каких-то особенных рекомендаций, потому что это один из лучших коллективов не только России. с огромнейшим опытом, с богатым таким списком гастрольных поездок и выступлений на самых престижных концертных площадках. И вот, наконец, Калининград. Ну, спасибо, конечно, всероссийским филармоническим сезонам. Это весь такой у нас в России творческий проект, который помогает, именно берет на себя некоторые расходы, связанные с прибытием и выступлением, и размещением. Ну, все, что связано вот с организацией гастрольной деятельности, часть гастролей берет на себя, часть расходов берет на себя как раз вот эти всероссийские филармонические сезоны. Спасибо им огромное, что мы с ними, они находят возможность с нами сотрудничать, нам помогают, это не единственный случай. Спасибо и Московской филармонии, Министерству культуры Российской Федерации. Просто я говорю, сейчас перечисляю, далеко, может быть, не всех, пускай на меня не обижаются, но дело в том, что вот только благодаря вот таким тесным контактам доброжелательности со стороны этих учреждений происходит то, что у нас есть возможность насладиться таким высочайшим искусством, такими прекрасными коллективами и такими великолепными программами. Вот как раз, конечно, то, что вот 3-е числа воскресенья у нас будет выступать именно капелла под управлением Валерия Кузьмича Полянского, я думаю, это действительно одно из зерчайших событий в культурной жизни нашего региона. Выбор на этих выходных большой предоставляет филармония и, конечно же, интереснее пойти на оба концерта, но вот вообще, судя по афише у вас на сайте, только 9 выходных вы запланировали в июне в филармонии. Июнь, я так понимаю, особенно горячий из-за того, что у нас ведь и туристы приедут, и футбольные болельщики. Что бы вы порекомендовали посетить и калининградцам, и приезжим, которые приедут в Калининград в филармонию вот в июне? Вы это насчитали 9 выходных. Может быть, у Лиза сложится впечатление, что это очень много. Нет, имеется в виду, Вряд ли я сложится, потому что ведь вы не только по выходным работаете, которые для нас привычны выходные, субботы и воскресенья и рабочие вечера. Как раз выходные у нас самая большая нагрузка, но еще, видимо, вы не посмотрели, потому что у нас же наши коллективы, наши артисты выступают не только на сцене филармонии, у нас еще очень много проектов выездных, мы работаем, и с детской аудиторией. А, кстати, собираетесь где-то в июне выступать на открытом воздухе? Конечно, конечно, конечно. Где можно будет послушать? Ой, вы знаете, дело в том, что сейчас я вот не готов вам сказать, потому что у нас есть и детские сады, и школы, и пришкольные лагеря, их такое большое множество, кстати, концертов. Вот, поэтому вот здесь цифры я хотел бы уточнить, наверное, все-таки выходных у нас нет, и это вполне уже привычная ситуация, потому что мы видим их свое предназначение именно в таком благородном и в хорошем, высоком смысле, жертвенном служении высокого искусства, поэтому здесь никакой нет такой вот уныния есть, но вы спросили, что может быть предложить нашим, конечно, это экскурсии к органу. У нас большой перечень вот этих экскурсий, что такое экскурсии к органу? Это когда познаются тайны, обычно, знаете, как бывает на концертах, органит сидит спиной и играет, огромнейший инструмент, а вот именно тайны не все далеко, но, по крайней мере, отдельные, что не все знают, что на органе играют еще и ногами. Как меняются регистры, как включаются, как отключаются регистры, это все можно подойти, посмотреть, и, кроме того, экскурсия к органу предлагает не только вот такое пассивное созерцание и слушание, а еще можно задать вопросы, и наш Мария Гаврилюк ответит. Знаете, органисты это особая такая нация, я бы сказал, они фанатично преданы своему инструменту. Собственно, это можно, наверное, отнести не только к органистам, но и в данном случае уж точно. Так вот, они с такой любовью относятся к инструменту, как к родному и близкому человеку, и готовы рассказывать очень красиво, подробно, потому что у них уже давно такие вот сложились какие-то очень близкие, не... Нерабочие отношения, да, это не работа, конечно. Это уже, знаете, как подходит к такому мыслящему существу, и у них возникает вот такой хороший, очень живой, человеческий почти диалог. То есть, познакомиться с органом ближе можно, таким образом, прийдя, найти экскурсию. Эти экскурсии пользуются огромнейшей популярностью, и, знаете, те, кто идет, может, с недоверием, просто вообще плохо представляют, о чем идет вообще речь, а потом с таким восторгом записи в нашу Рудового дела, боже мой, боже мой, то есть, оказывается, вся предыдущая жизнь до встречи у органа была не совсем правильно, была почти ошибкой, поэтому надо исправить, скорее, пока не поздно. Ну и, конечно, у нас еще ряд идет концертов, которые посвящены Чемпионатам мира по футболу. Это спортивные программы, которые наполнены именно таким духом азарта, энергетики, соревновательности, и здесь тоже, я думаю, что будет очень интересно вот как раз поддержать такой высокий спортивный футбольный тонус. Ну и подобрана специальная музыка, видимо, на эти концерты. Конечно, конечно, конечно. она веселая. Да, и у нас все это проходит не в форме какой-то такой академии, а там на сцене комментатор внимание говорит и показывает Калининградской флороне. Наши микрофоны и телекамеры находятся вот так, понимаете? Да, да. Поэтому здесь есть некоторые элементы такого и шоу, и есть, конечно, очень красивая, очень узнаваемая и любимая музыка, особенно тех, кто любит и смотрит футбол. Или может, кто-то даже еще успевает и поиграть в футбол. Программа огромная, поэтому я сейчас говорю, что не имею возможности заставлять, что наша уважаемая аудитория сейчас все запомнила. Это, наверное, практически возможно. Смотрите, пожалуйста, на нашем сайте и на наших афишах. Поэтому милости просим. Все, что мы вам предлагаем, это очень интересно, это очень высококлассно, и по стоимости билетов очень доступно. Все, кто ждет туристов в Калининграде, говорят о том, что по ночам они зачастую не собираются спать, а собираются гулять по городу, ходить тоже смотреть концерты. Филармония планирует какую-то ночную активность? Безусловно. Вот это такой анализ, который свойственен проводить перед каждым таким масштабным мероприятием, конечно, мы тоже проводим. И с учетом того, что происходило во время других чемпионатов, во время других столь масштабных соревнований, конечно, такая практика есть. Мы ожидаем, что также уровень болельщиков позволит им искать каких-то новых и положительных впечатлений и эмоций именно в стенах филармонии. Они не ошибутся в своем выборе. Вы, кстати, провели интересный эксперимент на одном из недавних концертов, когда в зале работала художница во время концерта и на холсте передавала свои впечатления от прекрасной музыки, а потом эту картину разыграли. Очень интересная идея, еще что-то подобное собираетесь воплощать, вот такой вот интерактив в процессе? Конечно. Но прежде всего иногда нужно менять и условия выступления для артиста. Это может быть открытая площадка. Мы с вами разговор начали с том, что уже лето, уже не скроешь вовсю, припекает солнышко. И, конечно, у нас какие-то концерты будут проходить и на улице. У нас, благо, территория очень хорошо ухожена. Не стыдно пригласить на нашу территорию любого уровня. Поэтому, конечно, мы будем искать и ищем те формы, которые действительно привлекательны, которые вызовут интерес и оставят доброе впечатление у наших слушателей. Ждем сюрпризов от филармонии и также традиционных концертов. Виктор Бабков был у нас в гостях, директор Калининградской филармонии имени Светланова. Спасибо, что нашли для нас время. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Только у нас на Ифон 107.2